Андрей Андреевич, я должен признаться и вам, и всем, что, как ни странно, я бореюсь за армию ЧВК Вагнера. Объясню, почему. Не потому, что они лучше, не потому, что они нацисты, не нацисты, а потому, что у них есть связь с реальностью. И да, цитируя Владимира Путина, нам с ними будет легче договориться. Но зрителям нашим, я объясню, YouTube не любит такие видео с военнопленными, и в данном случае вот этот подполковник, командир, насколько я понимаю, 72-й бригады, с синяками, и, соответственно, бойцы ЧВК Вагнер допрашивают его, почему он какие-то боевые действия проводил против них. Тот говорит, что из чувства, как это... Неприязни, неприязни, личные неприязни к Вагнеру. Это очень интересно. Но, как бы там ни было, Андрей Андреевич, а как вам этот пассаж, что получается, что на территории БНР, она же практически провозглашенная Белгородская Народная Республика, но русские начали воевать с русскими. Вообще вот эта тема в США, она как-то заметна? Ведь такого, по-моему, давно не было. Так с года, так с 22-го. Ну, пока еще нет. Пока еще нет. К сожалению, часть американской прессы, вот та, которая все время какие-то гаденькие материалы об Украине пишет, она, видите, взволновалась тем, что на этих фотографиях видны там или американские бронетранспортеры, или бельгийские бинтовки. И вот уже сегодня бельгийский премьер-министр возбужденно, очень нервничает, что он поставит вопрос. Это недопустимо. Бельгия дает, Великая Бельгия дает Украине оружие только для самообороны. Вот эта свистопляска, она порождаемая вот той частью американской администрации, я не назову этого человека, вот сегодня тоже вот блистал там по телевизору, господин Сулейман, что вот Украина в Венцеле получает оружие для самообороны, а любой удар по российской территории – это выход из этой экраны. Российские, россияне захватили 20% украинской территории, уничтожают ее, проводят геноцид украинского народа. И какая там сейчас граница? Ведь идет война, и это единая система войск, снабжения войск, маневры войск, и по ту сторону границы, и тут заниматься каким-то крючкотворством, что, не дай бог, какой-то американский хам Брэдли заедет на территорию, собственно, России. Это на фоне вот той героической борьбы, которая ведет Украина сейчас, защищая весь западный мир, это просто возмутительно, мне кажется. Ну, к счастью, вот есть другие люди, на официальный уровень американского руководства это не выходит. И вот наш большой друг Блинкин, который все время ведет свою линию внутри кабинета Байдена, он каждый раз, отвечая на подобные вопросы, повторяет, что это право Украины использовать предоставленное оружие так, как она считает нужным для двух целей, для обороны своей территории и для изгнания российских оккупантов с украинской территории. Если для изгнания этих оккупантов нужно ударить по базе, по ту сторону границы, или по тем самолетам, парадромам, с которым взлетают самолеты, уничтожающие украинские города, не входя в украинское воздушное пространство, значит, это нужно делать, это законно. Но вот, к сожалению, вот какая-то остаточная такая вот эта Соливановщина, она еще немножко остается в западных подходах. Андрей Андреевич, ну, тут оно же как бы всегда есть два параллельных процесса. С одной стороны, просто страны западные правительства, тем самым они подчеркивают, что никто с Россией воевать не хочет. Мы, кстати, тоже не хотим с Россией воевать. Если бы они на нас не нападали, то пусть живут со своим Шебекиным, хоть, я не знаю, пусть мавзолей Путину нам построят. Нас вообще-то не интересует. Но, как бы это правильно сформулировать. Ну, смотрите, западные правительства, что нам оружие, с одной стороны, не с одной, а таки есть. Они же не для парада нам это дают, а для войны. И вот эти вот часть боевых действий, которые перенесены уже на российскую территорию, это может стать основанием и причиной, скажем так, замедления поставок? Ведь это... Я думаю, что нет. Я думаю, что более того, последний паркет американской помощи, он включал боеприпасы для дронов. А дроны, как известно, залетают на те. То есть, в общем-то, американцы, вот наш противник внутри администрации, господин Соливан, он удовлетворяется тем, что вот он время от времени вот эту болтовню поддерживает. Но, по сути дела, наша группа, группа Блинкина и Остина, все время одерживает победу. А суть дела – это снабжение. Ну, с другой стороны, мы же все время повторяем, что мы получаем нужное вооружение, но, к сожалению, с запаздыванием, с запаздыванием и, может быть, недостаточно для нас карида. Но это реальность, реальность той борьбы, которая проходит как внутри американской администрации. Кстати, надо сказать, очень помогает нам в этом сейчас республиканская партия, которая как раз, вот, Блинкин, которая критикует Байна, как раз тех позиций, которые я сейчас сформулирую. Говорит, недостаточная поддержка Украины, недостаточно решительная. Это принято решение принципиальное, стратегия избирательной кампании республиканской партии – атаковать Байден не как вот Трамп за то, что он своей безудержной поддержкой Украины ведет дело к третьей мировой ядерной войне. Трамп продолжает эти мерзости, повторяет каждый день сейчас. Но, наоборот, с других позиций, что недостаточная поддержка Украины, обвиняет ее прямо в трусости. Ну, вот такова реальность американская. В общем, она складывается в целом в нашу пользу. Основной вопрос, который вы мне задали, сказывается ли это на поставке вооружений. Нет, не сказывается. Не сказывается. Андрей Андреевич, еще на прошлой неделе хотел вас спросить, но не успел. В одной из публикаций, если не ошибаюсь, политика, там прозвучал такой пассаж, что администрации Байдена нужно спешить завершить войну, поскольку непобеда Украины в этой войне до президентских выборов в США, соответственно, будет использована как минус, как инвестиции, которые не окупились там, ну и так далее, и так далее. То есть логика понятна. Вот по вашему мнению, в принципе, вот этот вот украинский вопрос, он существенный в американской политике в части вот выборов? Ну и самое главное, вот действительно Байдену нужно спешить? Или вот они могут эту жабу варить? Нет, как раз вот это верно. Я редко соглашаюсь с этим изданием «Политика». Там тоже всякие все время просказывают антиукраинские нотки. Но они правы в чем? Байден сейчас не только президент Соединенных Штатов, может быть, даже еще более важно, что он кандидат в президенты на выборы в 2024 году. И что его атакует республиканская партия за недостаточное. Поэтому теперь судьба, успех военной операции Украины становится не только, скажем, общеполитическим интересом Байдена, ну как человека, там, морального лидера свободного мира в борьбе с территорией, а просто чисто личным, если хотите, утилитарным политическим интересом. Ведь в случае недостаточного успеха в украинской армии, ну, республикация сказала, ты что, вот, мы тебя предупреждали, как они могут сказать, как используя терминологию Пригожина по адресу Путина, счастливый дедушка, ты что, счастливый дедушка? Мы тебе говорили, давать немедленно нужно F-16, а ты не успеешь вовремя дать? Теперь смотри, чтобы, конечно, это его подгоняет. То есть внутреполитично, несмотря вот на все сложности, несмотря на вот такое сопротивление вот этого сальвановского крыла внутри администрации, несмотря на продолжающуюся демагогию Трампа, у которого есть таки миллионы сторонников, как для меня вот совершенно необъяснимо, среди русскоязычных американцев. Весь Брайтонберг стоит горой просто за своего любимого Трампа. Но, несмотря на все это, в целом внутреполитическая ситуация складывается удачно для Украины, очень удачно. Наразовался такой консенсус двухпартийный, эстеблишмента двух партий, который борется с собой на очень благоприятную нас тему, кто лучше друг Украины, кто больше помогает Украине. Продолжение следует...